Не присесть, не укрыться от дождя и снега. Разбитые лавочки и отсутствие навеса на остановке улицы Пожарова не дает возможности местным жителям комфортно ждать общественного транспорта. Чиновники обещали еще в прошлом году завершить реконструкцию, однако обещания своего так и не выполнили. Жильцы близлежащих домов говорят, обращались во всевозможные инстанции, результат нулевой. Нина Гончарова не первый месяц ведет переписку с чиновниками, показывает толстую стопку обращений. Говорит, ответы приходят, только дело с мертвой точки не сдвигается. Здесь я получила ответ, что уже до конца года нам установят остановки, но здесь остановка была, ее срезали, вообще убрали. Ну можете снять, посмотреть, какие там у нас импортные скамейки, которые уже, ну, стыдно в центре города. Недовольны горожане отсутствием лавочек и навеса на остановке Железнякова. Говорят, на Галины Петровой совсем другая картина, цивилизованная. А чем они хуже? На Железняково никогда не было остановки, никогда. Не было ни одной скамейки. Теперь у нас еще здесь построили пенсионный фонд. Много пожилых людей, много мамы с детьми. И очень многие сидят прямо на ступеньках каменных. Ну туда подойдете и увидите. Там не было ни скамеек, ни остановок. Начальник главного управления ЖКХ говорит, проблему решать надо. Но пока на это денег не предусмотрено. Городской бюджет еще не принят. А до этого момента пообещать обустроить остановочные комплексы чиновник не может. Мы знаем эту проблему. Это не одна остановка, которая необходима у нас в городе установить. Сейчас идет формирование бюджета. Как только будет принят бюджет, вынесем на суд наших депутатов тот список тех всех мероприятий, которые необходимо надо будет сделать в 2014 году. Смогут ли чиновники выполнить свое обещание, покажет время. Ну а жителям пока остается надеяться на сухую и теплую погоду. Дмитрий Слизовский, Деливер Меджитов, программа «Наше время».